Всем привет-привет! И я рада видеть вас на моем канале. Итак, я сегодня хочу вас познакомить с невероятно простым и очень вкусным рецептом кулича. Этот рецепт отлично подойдет для людей, у которых нету возможности возиться с тестом. Или вы просто боитесь. Обязательно попробуйте данный рецепт. Я просто уверена, что у вас все получится. Для данного рецепта берем 500 грамм муки, 250 грамм молока, 250 грамм сахара, 2 чайные ложки сухих дрожжей, 2 яйца, 3 желтка, 180 грамм сливочного масла, 150 грамм цукатов и 2 чайные ложки сухой цедры лимона. Для начала мы сделаем опару. Для этого возьмем 2 чайные ложки сухих дрожжей и смешаем их с 2 чайными ложками сахара и 4 чайными ложками муки. Все это дело хорошо перемешиваем и добавляем молоко. Старайтесь, чтобы в вашем молоке не было комочков. После того, как вы до однородности смешали сухие и жидкие ингредиенты, отставляем в сторону нашу опару приблизительно на 15 минут для того, чтобы поднялась хорошая шапочка. Пока наша опара поднимается, начинаем заниматься тестом. Для этого смешиваем яйца с сахаром и сливочным маслом и отправляем в миксер. Смешать это нужно до полной однородности. Как только ваша масса стала однородной, снимаем насадку венчик и одеваем насадку крюк. Добавляем лимонную цедру. У меня в этот раз сухая. Наша опара готова. Теперь мы тоже можем ее добавить к нашему тесту. И делим нашу муку на 2 части. Первую часть закладываем сразу и включаем наш миксер. Вторую часть мы закладываем, когда тесто замешивается, то есть в процессе замеса. Таким образом наше тесто станет более нежным и эластичным. Вымешиваем миксером приблизительно 5-10 минут. Вот такое тесто в итоге у меня получилось. Теперь нам нужно его накрыть пищевой пленкой и отправить в теплое место на расстойку. Желательно как минимум на час, возможно на полтора. Все зависит от того, насколько сильные будут у вас дрожжи. Вот такое тесто получилось у меня после расстойки. Ушло на расстойку у меня ровно 1 час. Теперь смазываем руки растительным маслом, опускаем наше тесто и начинаем вмешивать цукаты. Можно использовать вместо цукатов и изюм. Тут смотрите на ваше усмотрение, на ваши вкусовые ощущения. У меня в этот раз именно цукаты. Тесто делим на 5 равных частей, раскладываем по формочкам и отправляем на расстойку. У меня это заняло 30 минут. Теперь можно смело отправлять наши куличики в духовку. Выпекаем мы их при 180 градусах приблизительно 35-45 минут. Ориентируйтесь на сухую шпажку и конечно же на вашу духовку. Вот такие в итоге куличи у меня получились. Они невероятно нежные, невероятно воздушные и конечно же безумно вкусные. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился. И вы конечно же поставите мне свои лайки. Также буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал. И конечно же нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.